Всем привет, дорогие зрители, с вами Чикопаев, и как вы могли прочитать из названия, сегодня будут все пасхалки на карте ВНТА провинции. А перед началом ролика, хотел вам сказать о том, что у меня есть почта для сотрудничества maracas.bambuk.sobaka.yandex.ru А кто не может написать на почту, могут написать во ВКонтакте. Тип рекламы и расценки мы можем высудить там же. Также для тех, кто хочет поддержать мой канал безвозмездно, можете задонатить мне на Donation Alerts. И помните, любое сообщение от донатера попадет в начало ролика. Все ссылки в описании. Удачного просмотра! Ну и еще, что я хотел вам сказать, это то, что, по крайней мере, по пасхалкам в МТА провинции выйдет еще минимум один ролик, а может быть еще два, кто его знает. А именно, сейчас мы рассматриваем пасхалки, которые расположены именно на карте МТА провинции. Не в интерьерах, не на машинах, не где-либо еще, а именно на карте. Ну и начнем мы по часовой стрелке с Перевалова. Ну и начнем наш обзор с станции, которая ведет к самому Перевалово. А именно на самой этой станции написано, жирными такими двумя буквами, выделено АД. Идем далее. Вторая пасхалка в этом же Перевалово находится чуть дальше от этой деревни. Самой именно проходим к лесопилке, заходим тоже за нее вот так, и находим здесь бункер. Или же какая-то заброшенная шахта. В самой этой заброшенной шахте ничего не лежит, ничего, никаких пасхалок там нету, просто заброшенная такая вот шахта. Она, как я понимаю, нужна ради всяких мероприятий и так далее. Больше, в принципе, с этим бункером-шахтой ничего не связано. Ну и первой пасхалкой в Жуковском является надпись и табличка «Балу-Про». И также надпись «Балу-Про-2020». Ну и следующая пасхалка – это у нас Лиас-677М из Сталкера. Пасхалка заключается в том, что стелла, которая стоит на въезде в Жуковский, она срисована с такой же стеллы, только в Припяти. Пасхалка находится в электродепо, и что она означает, я, честно говоря, не знаю. Потому что даже спрося у главного разработчика, он так ответ и не дал нам, что это такое. Поэтому просто такая вот графическая пасхалка. Пасхалка является отсылкой к зданию в КТ-5, а именно магазину. На ТЦ-линкор изменены три надписи, а именно ДНС на ПМС, Гипер на Пипер и КФС на КЦФМ. В этой пасхалке изображен Данила Багров, что нас отсылает к фильму «Брат» и «Брат 2». Исполнитель этого героя был Сергей Бодров. Также таких трансформаторных будок, точно таких же, с таким же изображением Данила Багрова, еще пять есть в Невском. Движимая карусель. Еще таких каруселей есть у нас три штуки, а всего их четыре. Одна, которая у нас на видео представлена. Вторая – это двор напротив автодрома. Третья – это парк «Дружба в Мирном». И четвертая – это трамвайное депо «Город Невский». Пасхалка, связанная с мячами. Приезжаем вот в этот вот двор рядом со школой. Тут находятся два поля. Одно маленькое, другое большое. Подъезжаем к маленькому. И тут нужно действовать строго, как на видео, иначе вы не выберетесь. Подъезжаем к нему на машине. Выходим. Появляемся на поле. И можем пинать бело-синий-красный мяч. Он двигается. И выходим мы точно так же, как зашли. А в другое поле уже можно зайти. Можно по нему побегать. Но, к сожалению, черно-белый мяч, который там находится, он не двигается. Танцевальный клуб «Гамаз». Тут, я думаю, всем понятно, что идет эта ссылка. А именно на ютубера «Гамаза», который снимал примерно в 2010-х годах. Вот этих вот точно таких же зданий. Я любимый. Как мы видим, есть одно в Приволжске, которое на видео. И два в Мирном. Далее у нас идут смешные плакаты на кинотеатре «Огонек». А именно, Николай Басков и Николай Басков комедии по «Сенью». Еще никогда шизофрения не была такой забавной. «Стиратели» и «Оно. Два легенды Волчанска». Что, естественно, отсылает нас к такой же пасхалке в Волчанске с «Оно», которая появляется с 11 до 2. ТЧ-1 «Айдарова». Само название «Айдарова» нас отсылает к разработчику провинции от ДРХ-80 «Айдару Хайдарову». Ну и не отходя далеко от старой пасхалки, могу вам показать новую. А именно, на таком крытом остановочном автобусном пункте, сзади него написано расписание автобусов. И на этом же расписании написан город Самара. Что нас, видимо, и отсылает к городу Самаре. МПГО «Приволжск» пассажиры «Автотранс» автобусный парк имени А.Власов. АТП-1. Тут идет пасхалка на именно А.Власова. Эта отсылка у нас идет к радиотехнике, тоже разработчику МТА провинции. Первая пасхалка – это то, что тут располагается КТМ-1 возле такого бассейна. А второе – это недочет, который я никогда в жизни не замечал и заметил только тогда, когда готовился к этому видео. А именно, это ошибка в слове «Приволжск», а не забыли букву «Л». Так что, если разработчики, если вы смотрите это, то, надеюсь, вы это исправите. Далее у нас идет довольно странная отсылка на скалу Джонсона, на такого известного негра. Она у нас зашифрована в названии какого-то магазина и продублирована много раз буква «А». Далее у нас идут тележки возле отеля, толкающейся с надписью на ручке «Save Away». Также эти тележки присутствуют на парковке возле тандема. Следующая у нас отсылка, опять же, на Гамаза, а именно Гамаз Промнефть. Также еще хочется отметить, что таких заправок две в Приволжске и одна в Невском. Порт Приволжска. Тут у нас есть несколько пасхалок, а именно контейнер с надписью «Радмир». Это отсылка к проекту «Радмир РПМ». «Джетсэм». Некоторые могут подумать, что это отсылка к «Джейстим», но нет. Это отсылка именно к судоходной компании из «ГТА». Также у этой компании у нас тут значок такой вот странненький, да. Он перевернут и отзеркален, и он является логотипом Black Mesa в Half-Life 1. Также у нас идет тут компания Vigereus, которая переводится как «Энергичное слово». И первая часть этого слова нас отсылает к ушедшему разработчику из провинции Vigar74. А также Big Y, что переводится как «Большой глаз». И логотип его отсылает нас к «ГТА 5». А, ну еще точно такие же контейнеры есть в Невском. Также в этом же порту у нас есть пасхалка на первый трейлер демо-версии МТА провинции. Этот текст говорили там всякие разные персонажи в этом трейлере. И сейчас вы можете его сами прочитать. Довольно странная пасхалка, но все же она есть. Это огромная фотография радиотехники в очках. Вот она вот так вот идет. И она идет с этого места, где я вам показал ее, до заброшенного здания за армией. В трамвайном депо есть старые заброшенные списанные КТМ-5. На рынке полагается 4 места, где валяется на полу газета «Правда». Экран на стройке с такой надписью «Кокен». Тут видимо забыли разработчики убрать надпись 2019 гугл. Это пасхалка на социлайке небезызвестном казино «Три топора». Ну вы понимаете, три топора, азино, азино, три топора. Первая пасхалка это пасхалка на надгробии. Вот эта часть, которая замазана, мы ее расшифровали как «Сысоев Иван Федорович» там написано. А вторая пасхалка это музыка. Сейчас я вам дам ее послушать. Следующая пасхалка у нас располагается на заправочной станции «Пашнефть». А именно само название «Пашнефть». Это нас отсылает к разработчику «Файербани», а именно Павлу Клышову. Также этих заправок всего две в провинции. Именно здесь, в Азино и в Волчанске еще одна. Этот дом раньше служил пасхалкой к такой страшной комнате, которая вела через такой подвал, спуск, который надо было упасть. Сейчас, к сожалению, уже такого нету. Этот спуск заделали, но мы нашли способ туда не пробраться, а просто увидеть эту пасхалку. Через вид от первого лица мы там настроили через «Альт-Б», его, чтобы мы могли видеть сквозь текстурии, мы увидели эту пасхалку. Но попасть сюда, к сожалению, больше нельзя. Также в этой комнате располагается как раз телевизор с такой страшной заставкой. Три стула или два, я так и не понял. Какие-то банки по бокам, там еще должен быть обычный стул стоять и над ним верев. Это такой толкан сельский, типичный, в котором находится стул с дыркой, чтобы, видимо, срать. И там внизу написано, точнее, расположена картинка Пахома. И справа, таким поносом, написано здесь «Модель Мехас». Мехас – это разработчик провинции. В ГЭС такой, который рядом со зерками находится, располагается такой циферблат, на котором показывается реальное время для провинции, именно которое у нас на «Худе» написано. Тут у нас на вот этой вот стене расположен такой плакат с каким-то концертом классика в музее, дирижер Лука Биццуцеру, но это, в принципе, не важно. Самое главное, то, что расположено чуть-чуть левее, а именно это четыре фотографии, которые сделаны в GTA Криминальной России. Данная пасхалка «Рельсы во дворе» нас отсылает к трамвайному депо номер 2, которое располагалось на точно таком же месте, где и располагаются сейчас эти рельсы, за двором и во дворе. Также там еще есть три столбика такие контактной линии. Это депо отличалось тем, что в нем ходили желтые татры из Воронежа, которых сейчас больше нет. Эта пасхалка тоже отсылает к трамвайному депо, только уже не номер 2, а номер 3, которое было заброшено всегда. Оно никогда не работало, в отличие от депо номер 2. Их всех убрали и депо номер 2, и депо номер 3 в 018. Интересная замена слову «Росбанк» на «Боссбанк». Мемориал Победы, находящийся возле мэрии Мирного и находящимся на нем разными именами. Надпись «JS», которая вырисовывается у нас окнами, загорающимися. Соответственно, она появляется только ночью. Первый плакат, который у нас идет, это «Картинка добавил Саша, ему смешно». Очевидно, это разработчик радиотехника. «Бодрый Витя» — это у нас Виктор Цой. «Улица Витькина» — это улица Вигера 74. Это слово вы сами прочитаете. Также отличная пара от Айдара — это ADRX80, Айдар Хайдаров. Настольный пенис, ну вы это сами понимаете. «Монгол Хеджи» — это самый главный разработчик провинции Хеджи. Также у нас тут в уголку, вот в этом вот правом верхнем, располагается надпись «GST». Пасхалка, отсылающая нас к коту дымпрода, дымку. Далее у нас идет плакат в зоопарке «Не кормить животных». Только рука тут, которая подает еду, это фига тут изображена. И тут еще два животных изображено. И третье — это у нас человек, который просит милостыню. Пасхалка на доме, и таких домов у нас много в мирном. И на этом доме есть демофон, который у нас отсылает к дате выхода демо-версии. А именно тут написано «Демо 18», и демо-версия вышла 18 сентября 2019 года. Дальше у нас идут измененные названия в Москоу-Сити. А именно «Изимол», «Коксик», видимо отсылающий нас к коту Зубарева, «Аймам», «Перехрёсток», «Эчимэм» и «Лонотел». Ну и недалеко отсюда находится еще одна измененная надпись, а это именно «Нима Тауэрс», а должно быть написано «Нива Тауэрс». Пасхалка, которая располагается здесь, наверное, еще с 0.1.7 беты, а именно какие-то странные звуки, я предполагаю, они из Half-Life 2, потому что они ими только это и напоминают. Сейчас я вам дам их послушать. Далее у нас идет травное применение бабушкиного ковра, потому что что он тут делает в BMX парке, вопрос. А также надпись «Хеджи». Памятник автосцерне пожарной АЦ-7-40, которая участвовала при тушении аварии при возгорании ракеты «Восход номер 1». К сожалению, я не нашел памятник в реальной жизни, так что, скорее всего, я думаю, что разработчики сделали его сами. Отсылка на Гроу-стрит. Также тут располагается дом «Сиджея», который стоит у нас 30 миллионов рублей. Возле трамвайного депо у нас располагается 6 трамваев. Давайте начнем справа налево. Первый трамвай у нас из ГТА «Сан Андрес». Следующие два трамвая из «Мафии». И следующие три из «Элей Нуар». Только по последнему трамваю могу сказать, что не по подтвержденным данным он из «Драйвер Сан-Франциско». Но я не нашел никаких подлинных фактов этому, так что, скорее всего, он из «Элей Нуар». А также в самом трамвайном депо располагается какой-то странный трамвай. Я не знаю, какой он марки, какой модели, просто какой-то старинный трамвай. Ну и следующая пасхалка находится не так далеко от прошлой, а именно это пенек, на который мы заходим, и опасный поц к нам говорит отдать ему косаре. Это наша точка, б***ь. Ты на пенек сел, должен косаре дать. Мы отдаем, а если у нас его не оказывается, то мы умираем. Забыли букву «С» в условии «Спортмастер». Свалка. Про это место долго говорить не придется, потому что она в целом вся взята из GTA Vice City. Кстати, интересный факт, в этом ангаре проходила одна из миссий GTA Vice City, а именно та, в которой нам надо было спасать Лэнса Вэнса. Смешная пасхалка, располагающаяся на одном из больших магнитов. Видео, которое я вам показываю, оно снято на РП-сервере, и я туда пробрался скрытным способом через кое-какую другую пасхалку, о которой вы узнаете в конце видео. В принципе, в этом месте ничего нет особенного, просто такое скрытое место, которое доступно только для администраторов. Эта пасхалка располагается в трамвайном депо на окраине в таком маленьком домике. Если подойти к нему поближе и увидеть такую дырочку, включить вид от первого лица, мы можем увидеть саму эту пасхалку, а именно два трамвая, которые нас отсылают на одноименный мультфильм «Два трамвая». Табачный завод. Как вы видите, на нем располагается правая фабрика и левая фабрика. На них еще есть такие характерные надписи, и это нас отсылает к правой и левой палочке «Твикс». Дальше у нас идет эксклюзивная заправка «Суснефт», которая располагается в одном экземпляре прямо на видео. Далее мы попадаем в детский садик, в котором есть две верандочки. В одной у нас мультсериал «Смешарики» нарисован, во второй мультфильм «Крот». Далее у нас идет такая возможная пасхалка, но почему-то разработчики Д.И.И. не поменяли, поэтому это не пасхалка. А настоящая пасхалка находится совсем рядом с этим местом, а именно магазин одежды «Мир Сук». А также я бы хотел еще заметить, что рядом с этим находится кафе «Путин». Далее у нас идет целая одна такая большая пасхалка, которая заслуживает отдельного большого разбора, но сейчас мы по ней вкратце пробежимся. Ну и когда мы заплываем в эту самую пасхалку, мы видим сразу три таких отверстия. В первую попасть мы не сможем, потому что оно закрыто, а в остальные два мы можем попасть, но об этом чуть-чуть попозже. Первое отверстие — это голубая дыра, в котором у нас располагается радиотехника, точнее его фотография. Вторая дыра — это у нас говнастер ролеплей, в который мы можем зайти уже, и мы когда в него попадаем, видим сразу такой камень, на котором располагается следующая надпись. Надпись читать я эту не буду, просто перескажу ее о краткий смысл. А он заключается в том, что три разработчика, а именно Digger74, Савенок и Слава, взяли и украли скрипты из провинции, и сделали свой проект — Aster Roleplay. А сама эта надпись отсылает какой-то, наверное, переписки между этими разработчиками и GST Project. И сразу за этим камнем еще располагается надпись «Комната великого Сашиного юмора». Далее, попадая в третью дырку, зал великих художников, мы видим четыре надгробия, на которых располагаются имена четырех черепашек-ниндзя, а также под их именами располагается год, когда начался этот мультсериал и когда закончился. Также по бокам мы видим граффити Шрёдера и граффити Кренга. Также, точнее, под одним из надгробий располагается пицца, на которой написано «Из Вити и Слава». Ну и в этой посылке осталось одно последнее место, в которое никак нельзя попасть РП путем на РП-сервере. Но, к счастью, раньше, когда я записывал точно такое же видео на свой прошлый канал, я залетел читами на стресс-тесте под вот эту вот херню и нашел, что там все-таки написано в конце. И сейчас я это вставлю в ролик. Данная пасхалка находится в главном СТО и нас она отсылает к граффити из GTA San Andreas. Я тут расшифровал несколько, а именно Grove Street for Life, San Fierro Arifo, Yari Los Aztecos и самая левая верхняя отсылает нас к Балласам. Остальные я не понял, что они означают. Если вы знаете, пишите в комментарии. Эта пасхалка довольно грустно отсылает нас к погибшему, одному из авторов канала Красный Восход, а именно Сергею, как я понял, потому что Виктор до сих пор снимает, иногда, редко. И у нас получается вот эта вот Стелла, Красный Восход, потом Красновосходнинский вокзал и также станция Красный Восход. Пасхалка на автосалоне, а именно вместо Ягуара Яшка, вместо Рейндж Ровера Рейм Овер и вместо Рольф Рофл. Вместо Магнита Игнат, еще один Игнат и вместо Спортмастера Спирт Тестер. Это пасхалка из жизни, эта картинка, я не знаю, что она означает, конечно, но она взята была из жизни, из такого же места, из такого же бара. Просто этот бар перенесен из Санкт-Петербурга прямо вот сюда с этой вместе картинкой. Символическая пасхалка, смысл которой заключается в том, что на памятнике Петру Первому написано Window to Europe, то есть переводится как Окно в Европу. Тут у нас измененное название конфейни, называется она в провинции Данкин Донат, а в жизни она называется Данкин Донат. Тут у нас пасхалка отсылает к ушедшему разработчику, о котором я уже упоминал, а именно Савенок, и этот плакат гласит партия рабочих танкоградовских авантюристов. Не, ну а чё, я работаю. Савенок ангельский, это как раз таки Савенок-разработчик Надежда нашего лень Инграда. И какой-то сайт там внизу. Далее у нас идёт тоже граффити и тоже в СЦО, а именно Невский бит, это такая музыкальная группа из Санкт-Петербурга, а также тут выше написано Питер, кстати, я это когда записывал не заметил. Киты умирают в лужах бензина. Это у нас отсылка к альбому группы Найти выход. Альбом называется точно так же, как написано. Первая это музыка, которую тоже недавно добавили, которую я вам сейчас дам послушать. пасхалка на АНО. Как вы понимаете, это такой клоун, персонаж из фильма АНО. Также он держит в руке шарик и над ним есть тоже куча шариков. Появляется он на кладбище в Уволчанске с 11 до 2 ночи. АТП. В этом слове упала буква Т и теперь это похоже на слово АД. Гора Уволчански, на которой изображен большой крест, стоит в камне вбитый, а также тут такой шарик, как у пасхалки ОНОБЛ. Тут табличка провинция не умрет. Такие две скобочки ХД окститесь. Пасхалка на пирсе на кота Демпрода Демкам. Волчанску 255 лет, а также отсылка на реальный город Абакан. Легендарный бункер. В нем, к сожалению, теперь ничего нету, потому что в нем раньше лежали кое-какие предметы, но сейчас их теперь нету. И еще по поводу этого бункера. Если вы захотите залезть в самый низ, то обратно вернуться будет очень сложно, потому что лестницы там не имеют коллизии. Следующий бункер уже и не является бункером, а это ДОТ, то есть долговременная огневая точка. В нем есть тоже свои моментики, в которые вы можете провалиться, так что ходя по этому бункеру, будьте аккуратны. Следующая пасхалка, которая появляется только зимой, а именно на этой табличке пункт проката, которая находится на зимней вот этой горе написано «В случае поломки прокатного инвентаря штраф в размере бана на всю жизнь по причине, вы сами понимаете, какому». Далее у нас тут стоят три подряд билборда, на которых написано «Украдены деньги и скрипты», «10 лет дружбы преданы», «Как же так?» «Мистер Вигер». Эти билборды опять отсылают нас к тому самому конфликту между командой GST, из которой как раз вышли те самые три разработчика, которые украли деньги, скрипты и создали свой собственный проект Астер РП. Также из второго билборда мы узнаем то, что дружба между командой GST и Мистером Вигером длилась 10 лет. Также эти билборды отсылают нас к фильму «Три билборда на границе Эббинга Миссури». Остатки завода Альянск Первое, что я хочу сказать, это вот эта вот лямбда она нас отсылает к игре Half-Life и сама эта надпись она отсылает к Альянску это бывший завод на территории Маэс, то есть где она и расположена это пасхалка. Также хочу заметить, что Альянск присутствовал в 0.1.0 и в 0.1.5 а в 0.1.7 он уже был вырезан. Также неподалеку от этой пасхалки присутствует яма, в которую падать не стоит, потому что там ничего нет. Маэс имени Хэхэ Хайдарова. Эта пасхалка отсылает нас к тому самому ADRX-80 разработчику МТА провинции. Заброшенное здание рядом с армией. Раньше в нем располагались слезоточивые гранаты, но их убрали, как и все предметы на карте, поэтому там сейчас ничего нет, кроме запечатанного места, в котором они находились. Рядом с этим зданием находится гараж, на котором написано машины напротив не ставить на 12 языках. Также недалеко от этой пасхалки находится еще одна в виде пресса из GTA 3. пасхалка с призраком на МС. Он спавнится с 22.00 до 4 утра, вот на вот этом вот здании проходит чуть-чуть немного вперед, потом резко ускоряется и падает. Вроде бы он ничего не означает, просто вот такая страшная пасхалочка. местория. 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 Субтитры делал DimaTorzok Пасхалка, которая ведет к другой пасхалке, которую я назвал самой скрытной в провинции. Так вот, тут надо подойти к вот этому черному квадрату, к какому-то зданию, и к вот этой правой двери. Подходим к ней, тут надо приготовиться к очень резкому звуку из сталкера взрыва гранаты, и вы появляетесь в неком лабиринте. Его прохождение я сейчас вставлю на экран, и по прошествии всего этого лабиринта происходит кассцена, в которой мы под звуки «Иди ко мне», тоже со сталкером, подходим к каким-то двум яйцам, приближаемся к ним вплотную, и включаем анимацию чесания уже своих яиц. И мы появляемся в воздухе, если вы хотите побывать в той пасхалке скрытой, то летите на Дворцовую площадь, и там вы поймете. Путь завершен, человек. Ну и на этом всё. Пишите свои комментарии, понравилось ли вам видео или нет, может быть я что-то неправильно сказал, смело пишите все свои догадки, теории, или, например, что-то я не добавил в это видео, пишите смело в комментарии, я с вами буду дискутировать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, переходите по подсказкам, с вами был Чикопаев, всем удачи и всем пока.